Вопрос жизни – это достаточный сон, регулярная физическая активность, сбалансированное питание без переедания, позитивное мышление, радостное ощущение своего существования в этом мире, отказ от вредных привычек, курение спиртных напитков, наркотических веществ. Основные элементы здорового образа жизни. Режим дня. Двигательная активность. Рациональное питание. Отказ от вредных привычек. Умение управлять своим здоровьем. Режим дня. Каждый наш день насыщен различными занятиями – учебой в школе, чтением, спортом, музыкой, помощью по дому, встречами с друзьями и так далее. Чтобы это все успеть и вместе с тем иметь достаточно времени для отдыха, надо уметь правильно организовывать свой день. Организовывать правильное, эффективное физическое воспитание помогает режим дня. Правильный режим дня школьника – это целесообразно организованный, соответствующий возрастным особенностям, распорядок суточной деятельности, предусматривающий повторяющиеся изо дня в день жизненные процессы. Для каждого ребенка должен быть свой распорядок, который зависит от индивидуальных особенностей, даже от распорядка дня родителей. Равномерное очередование работы и отдыха необходимо для нормального физического роста школьника, для правильного развития нервной системы. При этом чрезвычайно важно, чтобы все элементы режима включались строго последовательно в одно и то же время. Соблюдающий режим дня люди быстрее втягиваются в работу, быстрее засыпают и меньше устают. В суточном бюджете времени выделяют следующие основные компоненты. Учебные занятия в школе и дома, сон, внешкольные занятия, музыка, чтение художественной литературы, занятия иностранным языком и другое, самообслуживание, выполнение правил личной гигиены, прием пищи, пребывание на свежем воздухе, занятия физкультурой и спортом. Большое значение для здоровья имеют продолжительность сна, время отхода ко сну и пробуждение, количество и время приемов пищи, двигательная активность и активный отдых на открытом воздухе. Очень важно заблаговременно настроить организм на определенный вид деятельности, тогда в этот процесс органично включаются все его системы и органы, обеспечивающие успешную деятельность. Здоровый сон – залог школьной успеваемости. Не менее важен полноценный и здоровый сон для улучшения умственной деятельности человека. При его недостатке снижается внимание и работоспособность, появляется раздражительность, вспыльчивость, депрессия. Таким образом, недостаток сна негативно отражается не только на его успеваемости в школе, но и на здоровье. Медицинские исследования показали, что режим сна школьника, включая подростковый возраст, должен составлять не менее 9 часов ночного сна. Поздно ложась ко сну и рано просыпаясь, вы сокращаете общую продолжительность ночного отдыха в течение всей недели. А это приводит к вредной привычке отсыпаться по выходным, то есть к нарушению естественных биологических часов организма. Двигательная активность. Двигательная физическая активность – это движение тела при помощи мышечной системы, сопровождающейся расходом энергии. В школьном возрасте происходит формирование основных органов и систем, и важнейшую роль в этом играют систематические занятия физическими упражнениями. Особенно важно следить за осанкой, улучшая деятельность дыхательной мускулатуры. Формирование опорно-двигательного аппарата происходит при оптимальном уровне физических нагрузок. Но упражнения приносят большую пользу в том случае, если они выполняются постоянно, систематически, по одному часу в день 7 раз в неделю. Систематические занятия физкультурой и спортом способствуют всестороннему физическому совершенствованию, укрепляют здоровье, увеличивают работоспособность, вызывают бодрое настроение, при котором учеба и любая работа лучше спорятся. Какова роль физической активности в жизни человека? Она делает человека физически привлекательным. Существенно улучшает здоровье, увеличивает продолжительность жизни и улучшает ее качество. Снижает риск развития многих заболеваний. Помогает справиться со стрессами и избежать депрессии. Помогает поддерживать нормальную массу тела. Приучить себя к ежедневной двигательной нагрузке нелегко даже взрослому. Ребенку тем более. И вот тот-то во многом решающим является пример родителей. Родители, занимающиеся физической культурой, объект для подражания. Это интересно. Зарядка должна стать для вас ежедневной привычкой. Некоторые идут дальше и по утрам обливаются холодной водой, что очень полезно человеку. Нужно обязательно закаляться. Но идти к этому нужно постепенно. Сначала умывайтесь холодной водой, потом месяца 3-4 обтирайтесь холодным полотенцем. И лишь после этого можно начинать обливаться холодной водой. Банальная истина. 30 минут умеренной физической активности в день существенно поддерживают и улучшают здоровье. И не важно, прогуляетесь ли вы в это время, проедете на велосипеде или погоняете в футбол. Просто это должно быть каждый день. Недостаток движения приводит к гиподинамии. У ученика ухудшается кровообращение, дыхание и пищеварение. Ухудшается память, внимание. Снижается умственная и физическая работоспособность. Человек чаще болеет. С физкультурой нужно дружить. Рациональное питание. Правильное питание – это то, о чем родители заботятся в первую очередь, желая видеть своего ребенка здоровым. Нормальная жизнедеятельность человека возможна только при условии поступления в организм необходимого, сбалансированного, количество энергии и строительного материала, белка. Энергию, которую организм получает из пищи при ее сгорании, он расходует на две цели. Для обеспечения своей жизнедеятельности и для выполнения какой-либо работы. Затрачиваемую энергию организм постоянно восполняет из пищи. Потребление и затраты энергии должны быть равными. Организм человека, особенно подростка, очень чувствителен и к избытку, и к недостатку энергии, а следовательно, к поступлению в него пищевых веществ. Длительное голодание приводит к значительному уменьшению массы тела организма, нарушает его функции, у подростка при этом замедляется рост и развитие. Избыточная энергия, которая поступает в организм с пищей, ведет к увеличению массы его тела. Питание должно быть разнообразным. Правильное питание подразумевает меню, богатое овощами, фруктами, съедобными целебными травами. Ягоды, фрукты, овощи – основные источники витаминов и минеральных веществ. Большинство витаминов не образуются в организме человека и не накапливаются, а поступают только вместе с пищей. В рационе должно быть ограничено количество соли, сахара, животных жиров. Организм с пищей должен получать столько же энергии, сколько он потратил в течение суток. Питание, отвечающее этому условию, и называется сбалансированным. Сначала о вас заботятся родители. Но вы растете, и уже каждый из вас сейчас должен задуматься, как не навредить своему здоровью. Сейчас много компьютеров, телевизоров, мобильные телефоны. Они излучают вредную радиацию. А кроме того, компьютер очень сильно влияет на зрение. Пользоваться ими, конечно, можно. Но нужно знать как. Полчаса работы на компьютере, а потом обязательно перерыв не менее получаса. Работайте за компьютером в специальных очках, которые будут защищать ваши глаза. Не смотрите телевизор более двух часов. После занятия на компьютере для снятия статического и нервно-эмоционального напряжения рекомендуют использовать обычные физические упражнения «разминка» в течение 50 минут. Для снятия напряжения зрения необходимо проводить зрительную гимнастику. Даже небольшой, но регулярной продолжительности упражнений для глаз 1-2 минуты. Достаточно, чтобы глаза отдохнули. Субтитры создавал DimaTorzok Я сундучок, чок-чок, во мне здоровье клад, во мне сидят внутри настоящие богатыри. Ой, вот вырвался один омега-3 апельсин. Да, я ссоркий, как орлан, и помню все, что прочитал. Возьми меня с собой, дружок, и будешь знать все на зубок. За ним карабкается брат, за ним карабкается брат, такой упитанный абрикотаб. Со мной даже с банкой варенье не будет проблем с пищеварением. Что за вопрос? Я один, как в 8 абрикос. А ты куда, папа, я собралась? Чем там внутри тебя лежать, я деткам о себе хочу лишь рассказать. Кто слышал про ферменты, витамины? Это есть все у меня, и с радостью отдам вам, для бодрости и силы. Батончики, а вы куда пошли? Не можем мы лежать на месте. Я в нас столько ягод, семян и фруктов, Что перекус из нас, скажем, без лести. Здоровье море даст вам из таких продуктов. Стойте, детки, не забудьте про меня. Я в растительной капсуле, экстракт чеснока. Вам не надо бояться меня. Я же в капсуле, и потому нежный на вкус для тебя. А кто там убегает от меня? А, это вирусы и бактерии. Это их болезнь и семья. Если пойдете вы со мной, То простуды и грипп обойдут вас стороной. А мы, постылки мармеладки, Лучше всякой шоколадки. Витаминов целый волк, Мы везем, как паровоз. А до Б, Е и Д. И еще у нас целый список. Все для блага и для роста. Подружиться с нами просто. А мы, скромные пакетики, Лежали на дне сундучка. Но теперь настала и наша пора. Стоит опустить нас в простую воду, И становится живой она. Такой вы не пили сроду. Просто чудо, а не вода. Она очищает, она оживляет, И радостно пьется всегда. Куда вы, братцы? Как же мне без вас? Да не волнуйся, Мы не оставили тебя. Мы просто рассказали про себя. А кто из деток хочет быть здоров, И позабыть про докторов, Тот пусть подружится с волшебным сундучком, И с нами познакомится потом. И пусть девиз наш будет с ним всегда. Ай, здоров на долгие года! Как вы думаете, Откуда я такой волшебный сундучок? Могу открыть вам секрет, Что лучше в мире меня нет. Я из страны здоровых и радостных детей. Для всех, кто захочет меня открыть, Я готов помочь здоровыми и счастливыми быть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Асадамның аркауы кітабында Автор дұрыс тамақтануды өз тәжеребей арқылы майандайды. Аталмыш кітабында тағамның адам өміріндегі маңызына көнін раударып, Денсолыққа байдалымен зияндылығы Толықтай көстіктілген Кітап көпшіліп қаумына арналған. Баларға арналған Денсолық энциклопедиясында Адам азғасы Денсолың және әртүріға Арулар туралы мағымат береді. Бұл кітап сенің өз әзғанды тануға Сіздейін әртүріға қоған әргім әртүріғы әртүріғын әртүріғам әртүріға Эта книга подробно шаг за шагом описывает то, как рождаются наши пристрастия, симпатия и антипатия к разным продуктам. Ига читается с большим интересом, в ней много историй о стремлении людей прийти к полезным, и в то же время желанному образу жизни, который еда – самое основное ее источник. Книга Геннадия Малахова посвящена одному из важнейших источников жизненной силы человека – дыханию. Особое внимание автор уделяет описание дыхания, которое позволяет очистить полевую форму жизни человека и тем самым избавиться от болезней и обрести надежное здоровье. Книга будет интересна читателям всех возрастов. Книга «Здоровительные советы на каждый день» станет надежным помощником каждому, кто хочет жить полноценной жизнью, поддерживая в отличном состоянии свой организм. В книге собраны актуальные советы, рекомендации даны с учетом сезонов года и лунных суток, что поможет с максимальной для себя пользой выстроить полный годовой цикл оздоровления. Субтитры создавал DimaTorzok